доброго времени суток с вами канал post production и сегодня бы я хотел рассказать о таком инструменте как lumetri color adobe premiere pro 2017 cc и хотел бы рассказать как внедрили туда новый инструмент по замене и изменению цвета при помощи которого стало намного удобнее работать с цветом и что раньше не было доступно в предыдущих версиях и так добавляем lumetri color так вы добавили тем настройки все те же настройки и мы находим вот такую новенькую настройку hsl здесь есть выбор цвета set color нажимаем на кипетку выбираем цвет тот который мы будем редактировать например я хочу отредактировать куртку убираю средний тон приблизительно вот этот далее иду в маску называю saturation white and black смотрим как выбралось и теперь добавляем те тона этого цвета которых не хватает здесь добавляем при помощи вот этой вот пепелочки здесь принципе нормально как мы видим задействованы также цвета кожи мы потому что курточка розовая соответственно губы тоже розовая от этого никак не избавиться но играем по звуками чтобы цвет кожи не затрагивать постараемся но приблизительно что-то вот вот так вот далее идем тут можно использовать диноз если надо убрать шумы и также есть блур надо немножко разблюрить нашу масочку того чтобы переходы были более плавные по цвету к цвету убираем масочку переходим сюда соответственно выбор цвета мы можем менять цвет как вы видите уже допустим я хочу сделать его такое более кричневатый оранжевый какой-то такой вот пожалуй здесь есть также ползунки которым можно поиграться температура темнее хочу тинт так контраст вот раз прибавлю шарпин не буду трогать и милетка есть тут соответственно это тоже мне не нужно как видим есть небольшая грехи в цвете в этих местах например поэтому сейчас добавим еще этот цвет, и отредактируем, как видите, довольно-таки неплохо получилось, смотрим результат до и смотрим результат после, соответственно, так можно делать и с кожей, если вдруг нам нужно отредактировать цвет кожи, выбираем кожу, вот я выбрал прорезительный средний тон, нажимаем, значит, масочку нашу также, и начинаем добавлять потихоньку. Все, у меня участки тоже надо будет добавлять. Так, посмотрим. Сразу я пойду сюда в изменения, чтобы видеть, как наша кожа изменяется. Вот, пожалуйста. Добавим еще несколько элементов в тенях. Вот такой, пожалуй. И около глаз у нас тут видно. Добавляем blur, разблюррим маленько и, соответственно, здесь те же самые настройки. Вот, пожалуйста, в принципе, что у нас получилось. Смотрим результат до, вот такой результат у нас был до обработки кожи и результат после. Соответственно, если мы видим, что прикладывается это на всю картинку и с другими цветами задевается, если мы вдруг хотим, чтобы область у нас только работала это, то мы, соответственно, можем сделать смазку. Ну, это вот такая грубая маска. И чисто будет уже, соответственно, отображаться в этой области. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рад ответить на ваши вопросы, которые оставите вы в комментариях. Всего доброго. До встречи.